И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Мы продолжаем наш специальный тренинг по специальному мануальному массажу и мануальной терапии. И сейчас мы рассмотрим такие приемы, о которых редко-редко какие массажисты знают, а уж тем более делают. Потому что туда, в такие места, в такие дебри не стопала нога человека и свет солнечный не попадал никуда. Никогда. Ну, не удивляйтесь, я навожу краски темные, да, на самом деле все очень просто. Значит, оголяем ту ногу, с которой мы работаем, да, когда мы переходим к работе с животом, мы помним, чтобы мышцы живота расслабились, да, нам надо вот его коленочки приподнять, поэтому подушку большую я кладу под коленки, видите, они полностью расслаблены. Дополнительно можно немножко поставить на пяточку и вот так вот подкачать, расслабляя все его мышцы бедра и голени. И теперь, помните, я вам говорил, что есть у каждой нашей мышцы мышцы антагонисты. Это что значит? Это значит, что если с одной стороны мышцы, ну, посередине там костная структура, да, сустав какой-нибудь идет, с одной стороны мышцы сократились, напряглись, да, то с другой стороны они перерастянулись, они в напряжении, им тоже неудобно. И наоборот, эти согнулись, сжались, спрессовались, эти растянулись, да. То есть, когда мы берем на бицепс, у нас растягивается трицепс. Когда трицепс напрягается, растягивается бицепс. Также и вот в этой самой сложной структуре, в тазовой области, у нас обычно, ну, люди жалуются, что болит там где-то в ягодице, да, в какой-то там области. Ну, как правило, это грушевидная мышца, мы все уже про это знаем. И массажисты, они как выступают, да, где болит, то оба, соответственно, и мнем, гладим, трем там давим, да, все способы на эту область. Но они не думают, что если болит мышца сжалась, да, то с другой стороны-то она перерастянулась. А против ягодичных мышц, где другие мышцы находятся? То есть ягодичные мышцы, вот они вот так вот, да, большая ягодичная, средняя, мало ягодичная, грушевидная, там, и все остальные, они много вот сюда. Да, они двигают, когда они сжимаются, они двигают ногу в сторону зада, к заде, так называемые, да. А кто поднимает мышцы вперед? Ну, во-первых, квадрицепс, это, который спереди идет, да, а во-вторых, это мышцы такие тайные, которые невидимые. Они находятся в брюшине, даже за брюшиной. От всех пяти позвонков поясничных, они ложатся вот так вот, выстилают дно таза, тазовое дно, вот это, да, там к нам еще одни мышцы подходят уже от тазового дна, и они крепятся вот к бедренной кости спереди. То есть, за что они отвечают? За подъем ноги вперед и за отвод ноги в сторону. А если отвод ноги, то они, соответственно, растянулись. Если ногу загибаем в противоположную сторону, то они сократились, да, понимаете? Вот, ну, такие движения, на самом деле, вот такие вот движения, ну, в жизни человек вообще не делает. Ну, если он там не балерина, да, или там на лошадь не запрыгивает, когда ногу там закидывает, да, ну, не знаю, в восточных верноборствах там вот иногда такие приемы махи ногами, да. Обычный человек, он такие движения вообще в жизни не делает, он либо сидит, либо стоит там, да, за рулем, на петалье жмет и все. Максимум движения ног это вот такое, от стопы. Поэтому уж мы-то, мы-то должны это знать, мы-то должны это делать. И, соответственно, если мышцы, вот, все, лайфхак, ловите лайфхак. Если мышцы, ягодицы напряжены, наша задача их расслабить за счет того, что мы вот эти, то есть там сокращены, вот эти мышцы в животе, мы их расслабляем. Их напряжение, вот это вот, они как струн там натянуты. То есть они тут идут вот так вот, такой лесенкой, ну, точнее, как, знаете, так вот в сторону, как натянутые. Тросы, канаты на мостах. Видите, вот такие вот мосты, да, вот так вот. Соответственно, для этого мы берем ногу, побольше сгибаем в колени. Даже желательно, чтобы почти прямой угол был бедра к столу, да. Находим косточку, вот эта подвздошная, да. От нее отступаем, ну, давайте я так и покажу, чтобы было видно. Здесь бывает щекотно, бывает больно, на косточку ни в коем случае не даем. Отступаем где-то сантиметр-два сверху, вот такую складочку делаем, да. И через нее, вот так вот туда, в сторону оси позвоночника, мягко-мягко входим. Если человеку щекотно, он будет дергаться, он будет напрягаться, да, тогда мы входим еще мягче, мы как бы договариваемся с его подсознанием, с его телом, что мы не чужный элемент. Это не инородное внедрение, не вторжение враждебных инопланетян-захватчиков. Да, мы пришли к вам с миром. Как бы вот так вот мы говорим его внутренним органам. Они потихонечку отпускают, расслабляются на выдохе. Мы чуть глубже давим, видите, почти ничего не происходит. На самом деле я давление усиливаю глубже. Вот я нашел какой-то орган, это видимо сегновидная кишка. Мне надо чуть ее обойти. Вот видите, дернулся человек, потому что я пошевелился. Вот я его обхожу, он должен уйти мимо. Такое немножко очень, скажем, щепетильное это действие, да. Дело в том, что в дюшине тоже есть нервные синапсы, дендриты, нейроны. И у них есть, так скажем, собственно сознание у внутренних органов и у толстого кишечника. Тут как раз самая рабочая зона толстого кишечника – это сигмовидная кишка. Вот мне надо через нее пройти. Она сопротивляется, она своим сознанием пытается меня подавить, выдавить. Я вот прохожу глубже. И вот, я дохожу уже почти до позвоночника. Я чувствую эти мышцы. Они как вот такие, как струнки вот так вот натянуты, да. И играют. Я чувствую, какая из них, сейчас буду чувствовать, какая из них напряглась. Например, вот эта, да. И на нее буду конкретно воздействовать. То есть, я в нее уперся своими подушечками пальцев. На нее буду воздействовать. А движение буду задавать коленом. Вот, вот обратно движение идет. То есть, через колено движение передается в ту мышцу. И она массируется об мои неподвижные пальцы. Представляете, как все наоборот. Об мышечном пальце массируем, да. А тут через ногу мы массируем мышцы, наши пальцы. Аккуратно, аккуратно захватили, чтобы не было рывков. Вот, та рука моя в животе на месте. А эта рука проверяет, вот, где мышцы, в каком месте они напрягаются. Так, это вот на подъем, опускание, на повороты, на вращение. Если нога пациента вам кажется тяжелой, вы можете прижать ее и шевелитесь всем телом. Всем телом шевелимся и чувствуем. Так, вот на таком движении у него напряжение идет, да. Тогда мы усиливаем наклон. Пальцы, угол пальцев и животей меняется. Именно на эту мышцу. И мы теперь прорабатываем именно эту область. Так, нашли. Видите, я глаза даже отвожу в сторону, чтобы мне мой мозг не мешал воспринимать то, что чувствуют пальцы. Пальцы видят вместо глаз, вместо мозга. Чтобы наш мозг нас не обманул. Вот, нашли новое место, да. Теперь начинаем его прорабатывать. Ну, я там чуть меняю наклон пальцев, да. Можно туда зайти, в паховую зону, под таз примерно, да. Вот, когда мы это место проработали, мягко опускаем ногу, мягко выходим. Ну, на самом деле, с толстыми людьми, естественно, тяжелее будет проходить внутрь. С худыми людьми гораздо проще. Нам кажется, что живот такой большой. На самом деле, живот, он вот до позвоночника, там расстояние вот такое, там, сантиметров 7-10, на самом деле, да, у обычного человека. То есть, тут, там, толстый кишечник, тонкий кишечник, ну, какие-то еще ткани. Всего-то, там, вот такое расстояние. То есть, до позвоночка добраться, на самом деле, достаточно легко. И даже есть такие мануальные терапевты, которые пояснические позвонки правят через живот. Вот, там, вот так вот, да, вот так вот, и вбивают назад. Так, а нам нужно дальше, вот, это как мы подготовили, да. Проделали теперь все приемы, которые мы делали с ногой, растягивая мышцы ягодичные. Получается, вокруг вот этого бедренного сустава, да, вот вокруг вот мы все проработали. Об этом смотрите в другом видеоролике, да. Ну, кратко покажу, как мы их растягиваем. В эту сторону натянем, в эту сторону натянем, в эту сторону растягиваем, в эту сторону растягиваем. Туда на человека натягиваем, похрустывает. Вот так грушевидная мышца открывается у нас, мы ее прорабатываем. Ну, не то, что открылась, она еще и натянулась. То есть, мы ее натянули. Проработали, там, простучали, кулаком уже пройтись, да. Мы сейчас и без масла работаем, не будем показывать. Теперь кладем ногу полностью вбок, в сторону, да. И у нас появляется вот надутая такая мышца паховая, да, она достаточно большая. Здесь бывает людям щекотно, либо больно, да. Ну, сначала спрашивают, больно, либо нет. Не больно, да. Щекотно, да, тогда мы на нее воздействуем мягко. То есть, мы ее не массируем, да, а вибрируем. Допустим, поставили руку и провибрировали. Но от этого может быть щекотнее еще стать, да. Тогда плотно подлегаем ладонью, чтобы... Щекотка тогда щекотна, когда у нас есть движение по коже, да. Когда движения нету, когда просто вот мы прислонились, тогда не должно быть щекотно. Плотно прислонились, и это мышцы мягко массируем. Вот таким движением туда отводим, на себя, туда, на себя. Вот получите движение такое очень мягкое. Вот мы как бы натягиваем ее на себя, и от тебя. При этом, видите, моя ладонь не отрывается. Мы как прилипли, так и держим. Можно немножко ее так прокачать. Дальше есть мышцы под ней. Вот там, примерно, вот так сразу за нее заходим. Находим. Это не те самые мышцы, которые, вот как я говорил, пояснично-подвздошные они называются, да, которые вот тут, 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 тут. Они крепятся гораздо выше, вот тут, к ноге, да. А пахло идет над ними. Поэтому мы до них отсюда не доберемся, тем более там интимная зона, да. Мы как бы через них пытаемся на них воздействовать. То есть, вот, опять мягко, без резких движений, нашли подушечками пальцем, мы вошли поглубже. И это место, щекотно ли больно? Нет, больше щекотно. Да. Вот чтобы не было щекотки, мы не сводим с кожи, да, не по коже, а эту мышцу вот так прокачиваем. Смотрите, я практически руками не шевелюсь, а своим телом я задаю такое качающее воздействие. И можно ногу положить немножко вот такими движениями тазобедренных суставов, ягодичные мышцы, мы все им их так мягко расслабляем. Вот. После этого можно проводить уже мануальные правки. Ну, например, какие? Вот такие вот бедро соединяются с тазом, да. Потом то же самое, когда крестцово-подвздошное сочинение. Вот чуть разворачиваем, да, вот это тоже получается. И производим манипуляцию. Можем услышать характерный хруст, но это вы уже будете делать либо на клиентах, либо на практике отрабатывать. Это тогда, когда придете к нам сюда на занятия в Академию телесно-ориентированных практик. У нас есть ассоциация с таким же названием. Альфа-Топ, это Академия телесно-ориентированных практик. Ее основатель, президент Олег Элоргудвин, великий популяризатор массажных технологий и других способов воздействия на тело человека, его сознание, разум и все ауры, то есть на все тела, казуальные, ментальные и так далее. Я великий популяризатор на всем массажном пространстве интернета. Так что не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать новые полезные видео. Ставьте лайки, а я вам уже поставил лайк.